Не больно это? Деревянный стетоскоп студент пятого курса медицинского японского колледжа держит в руках впервые. Неизвестный доселе заграничному практиканту инструмент, русские врачи предпочитают всем современным аппаратом. Через него лучше всего прослушивается сердцебиение ребенка. В японском же колледже, где учится будущий нейрохирург Джумы Джикаван, студентам ни разу не приходилось пальпировать беременную женщину. В японском колледже, где получают образование эти трое ребят, все обучение проходит на манекенах. Несмотря на современное аппаратное оснащение японских больниц, студентам порой не хватает тактильных ощущений. Я сегодня впервые исследовал беременную женщину. Мне это очень понравилось. С помощью стетоскопа я услышал сердцебиение плода. Также я почувствовал движение плода, как ребенок двигался. Я почувствовал своими руками. Народой сегодня группа японских студентов не успела. Зато появившегося утром на свет мальчика подержать на руках удалось. И даже сказать малышу несколько выученных слов по-русски. Сегодня у японских студентов был последний день обучения в акушерском отделении. Впереди еще три дня практики в хирургии и столько же в терапии. 8 числа они уедут на родину, набравшись русского врачебного опыта. Самое большое отличие российской медицины от зарубежной, в частности акушерской гинекологии, что нам там сказали, что вот в этом здании женщины рожают. И все. На этом все кончилось посещение именно клиник родовоспоможения и детства. Все остальное лекции, манекены, манипуляторы и прочее. А так, чтобы, как мы показываем студентам, иностранным и детей, и роды, этого у них естественно нет. На память японским студентам врачи Мурского перинатального центра подарили так удививший их стетоскоп. По словам наших светил, незатейливый аппарат пригодится ребятам, какое бы направление медицины они не выбрали. Регина Икунина, Александр Матвеев, программа «Город».